Всем привет! Меня зовут Вика, и ты смотришь очередной выпуск Академии Порядочных Парней. Недавно вы голосовали в вашем любимом паблике за песню, которая вам больше всего надоела, за песню, которую взорвали радио, интернет и преследовали нас со всех сторон в этом году. Ну, приготовься! Сейчас у тебя большой шанс подходить очередную заразу и набивать ее везде. Ты готов? Поехали! Если зайти в поисковик и начать бивать Санта-Лучио, то можно увидеть, что многие люди все же задаются вопросами, что это такое, что это за истерия. На пятом месте Санта-Лучио. На самом деле Санта-Лучио это очень старая народная неаполитанская песня. И, к слову для незнающих географий, Неаполь — это город в Италии. Сама песня опубликована еще аж в 19 веке, а текст песни описывает красочное прибрежное местечко на берегу Неаполитанского залива. В общем-то, русский вариант 21 века почти каждый день вы можете слышать по радио. Слегка психоделический клип на эту песню собрал на ютубе уже более 25 миллионов просмотров. Эта песня стала особенной для многих, кто обрел свою вторую половинку в 2015 году. И множество пар ассоциаций романтических свиданий связаны именно с этой песней. На четвертом месте песня про шутки и маршрутки. Эта песня стала особенной для многих в 2015 году, кто обрел свою вторую половинку. И у множества пар ассоциаций романтических свиданий возникают именно с ней. Однако те, кому в любви в этом году не особо повезло, всячески обсмеяли этот трек, и так родилось множество шуток и мемов на этот хит. Тем не менее, это совсем не помешало песне занимать лидирующие места в хит-парадах, взорвать интернет-просторы и танцпол из страны. И да, кстати, сам клип на эту песню снимался в Париже, где вообще нет маршруток. Невешенную рекламную кампанию этого хита вы могли наблюдать именно в Инстаграме. Огромное количество звезд делали вайны на слова из этой песни. Поэтому дать третье место этому треку причина веская. Многие звезды делали различные ролики под слова из этой песни, и даже были проведены конкурсы на самые оригинальные вайны под этот трек, победителей которого Тимати лично публиковал в своем аккаунте Инстаграма. Массовая истерия под эту песню продолжалась почти полгода, и прекратилась она только благодаря очередному шедевру, который и выпустил сам Тимати. Вы, наверное, уже догадались, о чем я, но об этом чуть позже. Ребят, мне вот очень интересно, какое у вас любимое имя? Хотя вы, наверное, уже догадались, да, о чем я сейчас буду говорить. Вторую строчку нашего топа занимает группа с оригинальным названием «Время и стекло». В общем-то, это очередная сопливо-попсовая песенка, описывающая страстные отношения в духе мексиканских сериалов. Наверное, именно поэтому фанаты этой песни в основном девушки. А вообще клип на эту песню собрал уже почти 40 миллионов просмотров, что очень даже круто по российским меркам. По словам самих исполнителей, идея клипа сфокусирована на том, чтобы максимально передать молодежный драйв и безумие отношений между влюбленными. Ребят, как вы думаете, какая тачка в этом году стала самой придаваемой? А какой цвет вошел в моду и стал самым востребованным? И еще вопрос. Урожай какого овоща стал самым богатым в этом году? Ну, кто бы сомневался, после выхода этого супер-хита «Миллионы россиян» прямо-таки возжелали эту крутую тачку. Также эта песня спровоцировала огромную волну народного творчества в России. Многие начали перепевать эту песню и снимать собственные клипы. А вообще, чтобы вы знали, изначально эту песню исполняет рекорд-оркестр. Вы, наверное, о таких даже и не слышали. И только потом эту песню совместно с первоначальными исполнителями выпустил Тимати, сняв на нее целую киноэпопею в самых лучших нерусских традициях. Вот такой вот у нас сегодня рейтинг самых вирусных и запоминающихся песен, где целых два раза блеснул Тимати с его супер-хитами. Так что теперь пиши в комментарии, какая песня у тебя сейчас крутится на языке. До скорых встреч, пока!